друзья привет сегодня рубрика в чем соль и сегодня мы разберем фишки такого автомобиля как nissan x-trail 32 кузов nissan x-trail достаточно таки популярная модель в россии и мы будем в этом видео говорить не просто про модель почему нравится людям это уже миллион раз обсуждали на ю тубе а вот именно фишки японской версии потому что левый руль в x-trail ах и правый руль в x-trail ах делят рынок по крайней мере на дальнем востоке пополам то есть люди везут буш на x-trail и когда они продаются официального дилера их есть много был на рынке в россии зачем их вести из японии спросите вы значит есть какие-то фишки и мы в этом видео их разберем и узнаем причину почему люди везут их из японии не смотрите на этот экземпляр как на само собой разумеющиеся то что приходит из японии когда ты заказываешь себе x-trail в 32 кузове нет это у нас такой вот красивый экземпляр в тюнинге импуль я вижу такого первый раз хотя над x-trail ами тоже японцы заморачиваются они бывают приходят на выхлопе на колесах панорамная крыша в общем приходят очень красивые тачки внешность там грубо говоря первого еще и второго поколения и третьего поколения она идентична по всему миру на всех заводах на которых собираются x-trail и вот но в целом про внешность скажу так то что первое второе поколение было такое угловатая такой строгий дизайн для мужиков третье поколение она стала круглым более агрессивным более городским более универсальным то есть теперь можно увидеть какую-нибудь там женщину в возрасте молодую девушку молодого парня и так далее то есть те вообще кто не связан с каким-то лесом с какой-то рыбалкой и прочим то есть машина стала более универсальным дизайн это не та фишка праворульного x-trail а за которую ее везут из японии потому что официала точно такой же дизайн идем далее и ищем соль в этой машине техническая часть и вот здесь вот начинаются фишки именно японских версий на правом руле смотрите здесь нас встречает привычный мотор для людей которые знают бренд nissan это mr20 dd на 147 лошадиных сил мотор кстати говоря уже давно на рынке постоянно дорабатывают 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 масложора у него нету если эксплуатируешь его по книге так скажем масло меняешь обороты слишком не крутишь нету рывков и прочее в общем все агрегаты живут долго чем фишка именно японских версий то что есть гибридная версия x-trail а до те кто не знали японцы на внутренний рынок только на внутренний рынок делают гибриды 30 киловатт на гибридная установка литий он не требует обслуживания и прочего идет в паре с вариатором есть и вити ну и в принципе все то есть какие плюсы получает российские пользователи от того что он привез себе гибридную версию на проблем он получает запуск зимой в любой мороз он получает экономию топлива простая обычная бензиновая версия в городе расход где-то в районе 10 11 литров гибридная версия 8 литров и но экономия на самом деле небольшая но приятная то есть ты на заправку заезжаешь реже ты можешь пробках передвигаться только на электротяге и у тебя есть полный привод через кардан настоящий полный привод скажу ли я то что из японии везут в основном только гибридные версии нет потому что везут и т-32 это то есть передний привод и просто полноприводные версии то есть два литра вариатор плюс кардан на заднюю ось это тоже очень популярная комбинация тоже везут и вы спросите почему зачем везти то же самое ту же самую техническую часть в россию с правым рулем когда рядышком за такую же цену там в районе полутора миллионов продается 2016 2017 год от дилера на левом руле еще и там пробег семьдесят восемьдесят тысяч все в книжках подтверждено и даже еще действует гарантия вообще где собираются x-trail x-trail собираются в таких странах как великобритания канада россия в сан петербурге и япония люди не хотят российскую сборку и они ищут эти x-trail и где-то по миру кто-то находит себе левый руль собранный для великобритании для канады но это все очень сложно везти из других стран то есть проще привести правый руль следующая фишка технической части это то что то уж к стоит всего лишь 4000 рублей то есть это замена масла в моторе и 3 фильтра я считаю это бюджетно для полноразмерного кроссовера смотрите есть такой еще пункт замене это как масло в трансмиссии стоит замена 18000 рублей почему такая цена потому что льется только оригинал люди экспериментируют начинают заливать от каких-то брендов масло производительных которые заявляют что они перекрывают все стандарты оригинального масла от nissana и в общем заливайте ничего не бойтесь в итоге часто всплывают на сообщение на форумах у меня умер вариатор ребят помогите что делать хочу еще выделить для тех кто не знает эту модель прям плотно и выбирает себе кроссовера калибра outlander forester x-trail то что у этой модели высокий клиренс не конкретно у этого этот конечно с обвесом стал у нас пониже у модели 205 миллиметров клиренса покупая себе x-trail а что там первого второго поколения и даже третьего поколения вам также будут доступны какие-то красивые места в нашей стране куда вы можете приехать и палатки туризм там кемпинг все что угодно особенно если у вас полноприводная версия подводя вывод фишек технической части праворульных версий x-trail это наличие гибрида в принципе и сборка японии это если сравнивать левую руль в россии и правую руль из японии идем далее ребята открывая водительскую дверь на встречают привычные для нас наклейки о том когда японец проходил т.о. с заменой жидкостей смотрите по маслу сейчас у машины 108 тысяч пробег у него 107 была замена до 112 на пробежать то есть классика 5000 километров в японии меняется масло на дизелях каждые 3000 то есть покупая пробег 108 будьте уверены что машина не бегала на одной замене масла там 10-12 тысяч классно хотя дилеры в россии ниссановские рекомендуют 7-10 тысяч пробегать на одной замене масла вот поэтому это опять же камень в огород левого руля в района продающийся в россии смотрите интересная наклейка это cvt японец на 91 тысячи поменял жижу вариаторе смотрите 40 тысяч вот здесь у нас они дают пробежать этой замене на текущий момент 108 у нас пробег вот то есть 20000 еще хозяин новый в россии может пробежать на данной замене вот в общем классно то что типа не приходит с подобными наклейками и можно посмотреть культуру обслуживание прохождение т.о. на автомобиле очень полезная информация ребята в салоне x-trail а если какие-то фишки и в чем соль именно праворульных версий ну первая соль это руль справа кстати говоря по статистике ввоза эти автомобили очень редко идут на москву в зауралье то есть это все-таки остается где-то там на территории дфо сибири когда ты видел только салоны второго поколения и ты садишься в салон третьего поколения x-trail а ты такой вау наконец-то они сделали годно вот мне здесь все нравится кто-то там к пластику имеет претензии я не имею претензии по сравнению с вторым поколением меня здесь абсолютно все устраивает я не знаю как на леворульных версиях но с японии приходят в хороших комплектациях у нас приходят автомобили на вот таких вот больших то у по и на ских устройствах мультимедиа кстати говоря они называются nissan партнер лица с alpine и nissan называет это nissan кон и где есть google maps там и прочие штуки полезные для автолюбителя в общем все большое все хорошо прорисовано кайфу от такого мне очень нравится мультимедиа в которой все логично построено вот nissan красавчик подогревы эко кожа удобные сидения бла 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 много бардачков это все здесь есть праворульная версия ничем не отличается поэтому не могу что-то выделить какую-то соль по салону давайте посмотрим багаж так ребята давайте кстати не обращайте внимание на там бампер у нас там немножко съехал то есть человек покупал такое состояние будет готов все восстановить так смотрите багажник тоже праворульной версии ничем не отличается только единственное в гибридных версиях у вас не будет запасного колеса потому что за задними сиденьями у него батарейка находится литий-ионная вот делается ровный пол в принципе можно с небольшим ростом спать в этих x-trail ах в общем багажник полноразмерного хорошего кроссовера смотрите педестал популярности из японии делят outlander phv subaru forester атмосферка и x-trail и вот то есть полноразмерные кроссоверы из этих трех люди выбирают какой вывод хочется подвести по салону 32 x-trail на правом руле салон это не та фишка за которую эту машину везут именно из японии фишки в другом идем далее ребят чем соль и езды на праворульном x-trail в тридцатом кузове когда у тебя гибридная версия то у тебя больше крутящего момента ты чувствуешь эту электротягу и кто ездил на гибридах понимает о чем я говорю вот но в принципе я вот сейчас еду на обычном нт-32 то есть это 2 литра полный привод на вариаторе нормально еду абсолютно хорошая езда 147 лошадей от мр-20 dd фишки какой-то особо вообще нету та же самая настройка всех агрегатов тот же самый старт что и на левом руле но когда вы живете хабаровске владивостоке у вас инфраструктура построена под правую сейчас мы выезжаем с набережной выезжали с набережной цесаревича будка находится справа то есть ребята кто на левом руле они выходят дают бумажку оплачивают парковку идут обратно за руль и только уезжают вот то есть это единственная фишка что тебе в наших городах дальневосточных тебе просто удобнее пользоваться автомобильной инфраструктурой все пит-стопы сделаны там которые продают завертованный какой-то кофе они сделаны под правый руль особо продвинутые пит-стопы они делают два заезда и слева и справа то есть и ребята на леворульных x-trail они не страдают вытягиваясь соседнем окно поезде все то же самое то есть какой-то фишки именно у правого руля к сожалению нет пункт про цены эти автомобили примерно стартуют с японии от миллиона 200 это до рестайлинг там 16 года 2017 год это рестайл модели у них там новый визуал идет они там в районе сейчас полутора миллионов мы включаем дром смотрим левый руль в тех же самых годах примерно тот же самый пробег цены одинаковые но когда ты смотришь ладивосток хабарск усуриск и другие крупные города дальнего востока у тебя примерно столько же объявлений левого руля и правого руля почему почему люди покупают еще и праворульные x-trail и они причем не дешевле леворульных то есть из-за расположения руля там как многие говорят что правую не может стоить дорого и левый руль и правый руль стоят одинаково ребята какие выводы по x-trail у в чем же соль именно праворульных версий это та машина которая конкурирует на рынке россии сама с собой здесь леворульные x-trail есть праворульные x-trail поэтому здесь выделить какую-то соль очень сложно но я все-таки подчеркну пристрастия людей именно в правом руле именно в x-trail они выбирают часто гибридную версию они выбирают именно японскую самурайскую сборку как некоторые говорят на территории японии и комплектующими которые собираются на других заводах именно под внутренний японский рынок следующее это то что есть гибридная версия гибридная установка на 30 киловатт которая все-таки экономит бензин помогает запускаться зимой в принципе в любой мороз вы запуститесь главное что 12 вольтовый аккумулятор хотя бы немного был заряжен и подкручивает вам колеса что создает дополнительный крутящий момент которого как всегда много не бывает вот и все таки четвертый палец хочу загнуть это техническое состояние которое приходит из японии там условно говоря там 80-100 тысяч пробег как мы видели по наклейкам японцы за машинами следят и делают плановые т.о. все вовремя не затягивают у тебя качественные неподдельные смазочные материалы что исключает износ детали на некачественном масле поддельном либо очень дешевым хороший бензин в японии так далее то есть x-trail прожил 100 ты 108 тысяч в идеальных условиях либо 100 тысяч он пробежал по россии где плохой бензин пусть даже он менял масло официала который рекомендует менять масло 7-10 тысяч в два раза превышая рекомендации от их коллег в японии пескоструй мойки с агрессивными пенами и прочими то есть это все что влияет на кузов на внешнюю часть российская манера езды которая также влияет у нас на тот же самый вариатор который выходит из строя поэтому люди выбирают именно праворульную версию в большинстве своем за то что они хотят получить пробежный x-trail за те же самые деньги там в районе полутора миллионов рублей но в лучшем техническом состоянии чем они купят такой же который бегал по россии я думаю это основная соль праворульного x-trail ребята жду вас внизу с комментариями если вы владелец x-trail на левом руле на правом руле расскажите почему вы выбрали то либо иное как вы покупали новый в магазине либо был на рынке был с рук расскажите какие-то плюсы минусы еще этой модели которые мы в этом видео не затронули будет интересно почитать если вы хотите прикупить эту модель то за какие плюсы вы хотите именно эту версию и почему именно x-trail а не форик и либо аутлендер ребят жду снизу поставьте лайк подпишитесь на канал пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля